Валерий Стадник Валерий Стадник Валерий Стадник Как это оформляется? Чем предусмотрено? Конечно, в основном это нормы гражданского права. Это единственная норма, которая регламентирует все права, полномочия, обязанности заказчика, исполнителя и иных лиц, которые участвуют. Может быть, осуществляют строительный надзор, может быть, архитектурный надзор и иные виды деятельности параллельно. Это гражданский кодекс, конечно. Ну и, скажем так, те нормы общепринятые, которые у нас. Если аукцион проводится, конкурс, либо каким образом отбирается исполнитель, то в рамках конкурсной документации еще у нас есть нормативно-правоакты, локальные акты, организации, которые отбирают исполнителя. Там тоже свои требования, своих актов. То есть, получается так, что строительная отрасль, это отрасль, которая регулируется совершенно разными нормативно-правовыми актами. Все зависит от того, где происходит, какая происходит стройка, где, какие используются материалы и так далее. И вот среди вот этого нагромождения нормативных правовых актов у многих недобросовестных, я так понимаю, строителей или иных лист заказчиков возникает желание немножечко заработать, немножечко похитить денег. Итак, Валерий, какие бывают схемы мошенничества в строительной отрасли, на что стоит обратить внимание телезрителям, многие из которых являются как действующими сотрудниками строительных организаций, так может быть даже и собственниками строительных организаций, общаются и вертятся в этой сфере? Ну, в настоящий момент, в этой отрасли, как и во многих других отраслях, никуда не делось, у нас совершаются преступления, так называемые мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, в том числе связанные с заведомо-неисполнением договорных обязательств, либо это преступления, связанные с причинением материального ущерба без признаков хищения, ну и ряд сопутствующих других преступлений. Как правило, данные преступления совершаются на уровне руководителя организации, руководители, почему организации, потому что именно они управляют процессом, поэтому хотелось бы указать о том, что ни в коем случае, как и во многих других ситуациях, нельзя быть номинальным руководителем, ни в какой организации, ни в какой компании. Руководитель должен быть настоящий, он должен нести ответственность, он должен знать свои обязанности, он должен быть знаком с своими правами, и любой контракт заключать должен именно руководитель, а не номинальные какие-то руководители, номинальные лица. Почему? Потому что в случае наступления каких-то негативных последствий эти номинальные лица также могут быть влечены к ответственности. Что хотелось бы указать о мошенничестве? Как правило, мошенничества очень сложные в данной отрасли, и они не всегда совершаются исполнителями работы, они не всегда совершаются субподрядчиками. Иногда эти преступления совершаются изначально и с заказчиками работы. Но в чем сложность данных преступлений? Сложность данных преступлений в том, что в расследовании, скажем, сложность в исполнении есть определенная, да, нужно разработать план, а есть сложность в последующем расследовании данных преступлений. Так вот, в чем сложность? В том, что меняется экономическая ситуация, меняются схемы деятельности организации, меняются принципы деятельности, но не всегда у нас законодатель успевает. Да, мы видим в последнее время, в течение буквально последних 10 лет, очень-очень больших изменений в сфере уголовного законодательства, внесены поправки в уголовный кодекс, у нас постановление пленума, дали определенные рекомендации, дали, значит, определенные указания судам, органам предварительного следствия, на что обратить внимание при расследовании, обобщена практика расследования уголовных дел и рассмотрения последующих судами. Но, как говорится, все равно находятся люди, которые, значит, могут составить так называемый план преступления и реализовать его. Поэтому в настоящий момент у нас, как правило, потерпевшие от таких преступлений, это исполнительный работ. Почему? Потому что в настоящий момент это очень сложно доказуемо, когда с исполнителем не рассчитывается заказчик. Схема, в принципе, она очень простая, как и раньше. Заказываются работы, вносится предоплата, возможно, какая-то. В последующем исполнитель, точнее, заказчик работ уклоняется от принятия работ по различными способами, различными поводами. Не всегда напрямую об этом говорит. Иногда это надуманные какие-то, искусственно созданные. Иногда могут ссылаться на какие-то техногенные обстоятельства, обстоятельства извне. Не всегда это напрямую исполнителю говорится. И тем самым оттягивается момент оплаты. И впоследствии возникает ситуация, когда работы не принимаются и не оплачиваются. И когда у нас исполнитель, который потратил деньги, заплатил налоги, заплатил работникам зарплату, оказывается, в ситуации, при которой у него наступает финансовый кризис, а это неизбежно. То есть задолженность по зарплате, задолженность по налогам, задолженность перед контрагентами, обращаясь в правоохранительные органы, как правило, уже проходит очень большой объем времени, и отсутствие определенных документов, подписанных со стороны заказчика, обмен вот этой документацией, обмен претензионными письмами, как раз отсутствие этих документов и затрудняет расследование по уголовному делу, и становится невозможным привлечь такого недобросовестного заказчика. Поэтому исполнителям хотелось бы порекомендовать в штате иметь юриста, согласовывать все действия с юристом, согласовывать и все действия производить с оформлением документальным, все действия оформлять, каждую работу оформлять, вызывать представителей, в договорах предусмотреть способ уведомления обязательно, то есть либо это электронная почта, либо это мессенджеры, либо, значит, иные у нас способы связи, сейчас их очень много, да, то есть каким способом вызывается, какая документация ведется на скрытые работы, на нескрытые работы, ведь впоследствии у нас иногда бывает невозможно доказать выполнение работ, потому что, ну, невозможно, нет технологий, да, там, демонтажные работы, это разрушение, да, определенного объекта, определенных зданий, сооружений, каких-то инженерных сетей, и когда работа выполнена, то есть у нас остается пустое место, и вроде бы как ничего не было на этом месте, и доказать объем выполненных работ очень сложно, поэтому нужно на каждый этап ввести фиксацию, видеофиксацию, фотофиксацию, приглашать представителей заказчика, обязательно это все в письменном виде, должно быть печатями, подписями подтверждаться, и как только заказчик начинает совершать действия по уклонению, значит, конечно, здесь нужно принимать сразу меры к полностью фиксации действий заказчика, потому что добросовестный заказчик не будет уклоняться от принятия работы, наоборот, он заинтересован в скорейшее оплате, да, скорейшее выполнение работы, скорейшее ее оплате, поэтому обязательно исполнителям здесь нужно быть очень осторожными, и каждый шаг фиксируй, причем, и это не бывает, не всегда бывает панацеи, потому что и эта ситуация, она не всегда спасает наших исполнителей, мы знаем, что очень много у нас крупных заказчиков в городе, много, и очень много пострадало соисполнителей, пострадало в каком смысле, то есть они получили огромный имущественный вред, им был причинен в результате того, что они выполнили работы, и не смогли этим заказчикам их предъявить, сдать и получить за свою работу деньги. А что делать? В ряде случаев это у нас идут исполнители в суды, в арбитражном суде завалены такими делами, это очень долго, это надо быть готовым, потому что это очень длительный процесс, это отложение заседаний, но это единственный процесс, где будут подробно изучены документы, и если правильно составлены документы, зафиксированы, каждый шаг исполнителя зафиксированный, каждый шаг заказчика, здесь именно арбитражный процесс как раз дает возможность реализовать в полном объеме, предоставить эти документы, изучить и получить решение в свою пользу. Но если в отношении исполнителя уже совершалось преступление, то денег он, конечно же, не получит, потому что, как правило, у заказчика уже нет денег на счетах, он их растратил каким-то способом на свои нужды, потратил на какие-то, может быть, личные, а может быть, не личные, может быть, на нужной организации своей, но не на оплату работ, которую он заказывал. И в данном случае уже, конечно же, взыскать будет невозможно. Как правило, организация идет либо в банкротство, либо организация, сознательно учредитель не соблюдает правила регистрации, налоговая у нас инспекция выявляет данные факты, и организация у нас может быть ликвидирована, в связи с тем, что она не находится по адресу регистрации. То есть это тоже как раз один из признаков того, что в отношении исполнителя в данном случае было совершено преступление, и оно совершалось, потому что в данном случае это уже называется скрывать следы преступления. То есть уже та юридическое лицо, которое было использовано, это было как орудие, так скажем, преступления, оно было использовано, и впоследствии пытаются освободиться. То есть как у нас принято, да, там, пистолет или нож утопить надо, то организацию нужно просто ликвидировать. И тогда в данном случае, то есть нет организации, кажется, и нет следов преступления, невозможно установить. Вот, поэтому здесь в данном случае вот такая схема. И поэтому, если вы чувствуете, что в отношении вас совершается преступление, необходимо в первую очередь обратиться к правоохранительным органам. Преступление в сфере предпринимательской деятельности, это сфера ответственности управления МВД по линии БЭП. Это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Необходимо в полном объеме собрать документы и прийти обратиться с заявлением, именно обратиться с заявлением о совершении преступления. Подробно расписать события, почему вы считаете, что в отношении вас совершено или совершается в настоящий момент преступление, потому что это тоже немаловажно. Вы можете обратиться в тот момент, когда в отношении вас еще совершается. И, возможно, вы убережете себя, если вовремя обратитесь. И в данном случае зарегистрировано будет заявление. То есть, прям обратиться в дежурную часть и зарегистрировать. И будет проведена проверка. Будут проведены проверочные мероприятия. И, возможно, либо будет пресечено данное преступление, либо оно будет раскрыто впоследствии. Возможно, даже примет у нас правоохранительные органы решение о возбуждении уголовного дела. А в случае возбуждения уголовного дела может принять следующее решение о мерах процессуальных, так скажем, в отношении имущества виновного лица. То есть, наложить арест на имущество виновного лица, наложить арест на имущество организации. То есть, чтобы впоследствии потерпевший смог возместить себе вред. Хотя это крайне редко бывает, но все-таки нужно принять меры. И только так можно себя и уберечь, и, возможно, возместить тот вред, который был вам причинен. Хорошо, Валера, это понятно. Вы прям очень подробно рассказали о том, как страдают исполнители, по сути, которые становятся потерпевшими в каких-то конкретных преступлениях. А что касается самих исполнителей, могут ли они обманывать, есть ли какие-то схемы, вот вы сейчас рассказали про схему, такую распространенную, да, в отношении именно исполнителя, как потерпевшего. А теперь, есть ли схемы, когда исполнитель является, по сути, тем лицом, который причиняет вред преступникам? Да, конечно, у нас очень часто и исполнители совершают преступления, да, в этой сфере. То есть, наиболее, да, там, одно из распространенных, это, значит, оказание услуг, да, занятие предпринимательской деятельности в отсутствии, например, лицензии. Очень часто, да, в отсутствии определенных лицензий у нас могут оказываться услуги, а в организации нет лицензии. То есть, это уже тоже, так скажем, преступление. Потому что такая организация, то есть, она, как правило, не может в полном объеме оказать услуги надлежащего качества, надлежащего, безопасно, они должны быть эти услуги оказаны, они должны быть безопасны не только для заказчика, но и для всех нас, для граждан. Маленький пример. Утилизация вывезенного снега из города. Многие у нас исполнители не исполняют требования законодательства, сваливают снег в ненадлежащие места, в том числе в водоемы. Соответственно, исполнитель берет деньги за утилизацию снега. Он оказывает услуги не только по его вывозу, но и за утилизацию. Он должен везти его на полигон в Дровяное, а не в черте города сваливать в водоемы. Ну, чем это не преступление? Это, опять же, преступление. Дальше это поставка различных сырья, материалов, которые не отвечают качеству, которые получены в нарушении каких-то лицензий. Недра. То есть, у нас многие исполнители продают недра, поставляют недра заказчикам, при этом они не имеют ни лицензии, ни участка, не выплачивают государству соответствующие бюджета, взносы. Преступление? Конечно, преступление. Многие исполнители берут денежные средства и просто не оказывают услуги. Такое тоже очень часто бывает под надуманными причинами. Но здесь, в этой ситуации, как правило, денежные средства исполнители получают после выполнения работ, большую часть. Поэтому здесь заказчик, он как бы немножко более защищен. Оплатив предоплату, он может подождать, пока будут выполнены работы в полном объеме. А вот именно от таких недобросовестных действий, когда, например, есть исполнители, которые берут подряды на утилизацию каких-то отходов. Первый, второй, третий класс опасности. Это специальная процедура, это должен быть полигон. А на самом деле вывозят и сваливают в несанкционированных свалках. А ведь заказчик уверен, что он выполнил эти работы, что они выполнены законно, никому не причинен ущерб, что утилизированы эти отходы. На самом деле нет. Бывает очень часто, что исполнитель просто сваливает несанкционированно и выдает заказчику поддельные документы при этом, так называемые талоны на утилизацию. А впоследствии выясняется, что неутилизированы отходы. И здесь могут возникнуть вопросы не только к самому исполнителю, но и к заказчику этих работ. То есть каким образом он их выполнил, качественно, некачественно, правильно, неправильно. Потому что, как правило, заказчиками этих работ либо муниципальный контракт, либо федеральный контракт. И опять же налоговые органы, то есть это же расходы, которые понес заказчик, он их включил в расходы. А налоговые могут их убрать из расходов, потому что на полигон мусор не приносил, значит, извините, вы расходы включили незаконно, необоснованно. Соответственно, доначисляется налог, выставляется требование, и запускается машина фискальная. И в данном случае налоговая инспекция будет права. Со всех сторон. Получается, что одни могут допускать нарушения на грани преступления или совершать даже уже преступление, что другие точно так же могут это делать. Поэтому, уважаемые телезрители, как всегда, призываю быть внимательными, осторожными при заключении любых договоров, в том числе на строительство. Здесь мы просто сейчас конкретно рассмотрели именно те нарушения, которые могут быть допущены и допускаются на территории Российской Федерации в строительной сфере. Поэтому внимательно и осторожно. Всегда и во всем. Валерий, мы проговорили, заказчик, исполнитель, как правоохранительные органы должны реагировать на такую сферу острую, строительную, на такие нарушения. Кто должен обращать особое внимание? Вы упоминали здесь отдел по борьбе с экономическими, подразделение отдела, управление по борьбе с экономическими преступлениями. Но кто еще должен реагировать? Куда бежать людям, которые пострадали от каких-то недобросовестных действий в сфере строительства? В данном случае, если частное лицо, строительство, либо он является заказчиком услуг, то здесь уголовное преступление. Здесь могут рассматривать и обычный уголовный розыск, можно обратиться в участковая служба, дежурная часть и обычные подразделения. Часть преступлений у нас расследуется Следственным комитетом Российской Федерации. Это что касается причинения ущерба бюджету государства, бюджету субъекта Российской Федерации, может быть, какой-то государственной компании, либо организации. Следственный комитет. Могут данные преступления расследоваться следственными органами ФСБ? Это, конечно же, преступления, которые совершены на сфере обороноспособности государства. Может быть, судоремонт у нас, строительство каких-то военных объектов, оборонных объектов, ну и все, что связано с обороноспособностью, безопасностью государства. Здесь у нас могут расследовать следственные органы ФСБ. Даже они должны их расследовать. Так скажем. Но, опять же, это мы берем в сферу предпринимательскую. Если не предпринимательская сфера, а именно в отношении гражданина совершает преступление гражданин, то это, конечно же, обычный уголовный розыск, обычная дежурная часть, обратиться с заявлением, и дежурные части или следственные отделы территориальных органов могут данные преступления расследовать. Спасибо, Валерий, за исчерпывающую подробную информацию. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. И до встречи в программе «Рамки законов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова